Электромобили не ломаются, а можно ли обслужить электромобиль в гараже, например? Компенсирует ее высокую изначальную стоимость. Конструкция электромобиля ничем не отличается от автомобиля с ДВС. Жена у вас красивая. Не, своими руками ты можешь колеса открутить от электромобиля. Всем привет, с вами канал Tesla Cars Беларусь, и мы продолжаем отвечать на самые животрепещущие вопросы об электромобилях. Надо ли регулярно обслуживать электромобиль? Конечно же, все уже наслышаны о том, что электромобили не ломаются, и денег на их обслуживание практически не нужно тратить. Так ли это на самом деле? Частично это правда. Да, к сожалению, еще не придумали автомобиль, который не ломается, но электромобили к ним очень близки, как минимум, потому что в нем гораздо меньше агрегатов, которые подвержены риску поломки. Если говорить о Тесле, то как таковых регламентных сроков обслуживания... Если говорить о Тесле, то как таковых сроков обслуживания... производитель не заявляет. Хотя, кое-какие рекомендации все же существуют. Во-первых, требует замены охлаждающая жидкость электромобиля. Да, если у электромобиля нет ДВС, то это не значит, что там нечего охлаждать. У электромобиля греется электромотор, инвертор, сама батарея. Все это тепло отводится, конечно же, при помощи охлаждающей жидкости. И в системе охлаждения электромобиля этой жидкости около 15 литров. Конечно, это намного больше, чем в автомобиле с ДВС. И менять охлаждающую жидкость по регламенту нужно каждые 4 года или 90 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Но, кстати, эту операцию должны выполнять также и владельцы машин с ДВС. Просто это связано с потерей охлаждающей жидкости своих свойств. Следующая необходимая работа для электромобилей – это замена тормозной жидкости каждые 2 года. Опять же, это связано с тем, что тормозная жидкость со временем накапливает влагу и теряет свои свойства. Как известно, коробки передач в электромобиле нет. Тем не менее, есть такой элемент, как одноступенчатый редуктор. По сути, это одноступенчатая коробка передач. Так вот, в ней масло, как и в автомобилях с автоматической коробкой передач, менять нужно. Правда, его там совсем мало – от литра до полутора. Стоит оно недорого и сама процедура тоже несложная. Делается это примерно раз в 60-100 тысяч. Самому я бы не советовал. Понятно. В принципе, есть смысл здесь своими руками в электромобиле? Нет, своими руками ты можешь колеса открутить от электромобиля. И все. Так, дальше. От моего? От моего, да. Да. Некоторые спрашивают, а можно ли обслужить электромобиль в гараже? Ну, смотря что обслуживать. Если вам нужно сделать что-то по подвеске, по кузовщине, то, конечно же, для этого не обязательно обращаться на фирменное суперсертифицированное СТО. Все это можно сделать, да даже своими руками. Как делали мы с чебуратором. Потому что в этом плане конструкция электромобиля ничем не отличается от автомобиля с ДВС. Да, выпуск можете посмотреть по ссылочке. В домашних условиях вы вряд ли поменяете электромотор. Но мы уверены, что к замене электромотора вы вернетесь примерно через полмиллиона километров. Так что забейте. Ездите и наслаждайтесь. Тем не менее, владелец электромобиля избавлен от таких опостыливших по ДВС вещей, как замена свечей, топливного масляного фильтров, ремней приводных агрегатов, помпы. И бог знает, чего еще. Я уже сам забыл, что меняется в автомобиле с ДВС. И еще один популярный вопрос. Что же делать с батареей, если она сломается? Сразу скажем, что батарея в электромобиле, если и ломается, то крайне-крайне редко. В нашей практике только один из клиентов обращался в фирменный сервис Тесла для замены батареи по гарантии. Но если вы оказались одним из таких счастливчиков, то, скорее всего, вы и в лотерею выигрываете. И что еще? Жена у вас красивая. И, скорее всего, вам повезет поменять ее по гарантии. Но, конечно, не в Беларуси. А если уж совсем повезет, и вы купите электромобиль, который продается в Беларуси официально, то сделайте это в Минске. И вам не придется ехать к черту на кулички в загнивающий с... запад. Нет, я хотел сказать, что, ну, просто реально многие думают, что батарея, вот ты проехал 250 тысяч, и машина не едет. То есть, а надо сказать о том, что нет, ребята, не пи***. То есть, машина будет ехать, просто у нее будет все меньше и меньше запас хода из-за того, что уменьшается заряд. То есть, вот как-то так. В случае полного выхода из строя батареи настолько редки, что нет смысла их бояться. Для батареи важен другой параметр. Это ее деградация. То есть, с каждым пройденным километром, десяткам тысяч километров, сотни тысяч километров, емкость батареи постепенно уменьшается. То есть, она деградирует. При этом максимум, что вы почувствуете, это уменьшение запаса хода, просто из-за уменьшения емкости батарей. Автомобиль продолжит ездить в тех же режимах, с такой же мощностью, с такой же скоростью. И если батарея деградирует настолько, что ездить уже становится некомфортным, то есть, запас хода падает вдвое, то существует простой выход из этой ситуации. И это не замена батареи целиком. Батарея электромобиля состоит из определенного количества ячеек. Так вот, эти ячейки можно менять отдельно. То есть, выходит из строя не вся батарея, а отдельные ее элементы. Их можно заменить, и обходится такая процедура в несколько раз дешевле, чем замена батареи целиком. Кроме того, вы можете отдать в зачет свою старую батарею. И получится еще дешевле. Безусловно, вам могут предложить замену батареи целиком, и примут в зачет вашу старую. Что, опять же, компенсирует ее высокую изначальную стоимость. Но все же, ремонт батареи с заменой ячеек обойдется в разы дешевле. И в конце концов, технологии не стоят на месте, и батареи развиваются такими дикими темпами, что некоторые китайские автопроизводители уже заявляют о пожизненной гарантии. Так что, я думаю, лет через пять мы вообще просто забудем и думать о том, что батарея когда-то почему-то может выйти из строя. Да, и вот здесь надо эту машину DeLorean, машину времени. Ну и на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, не стесняйтесь. И до встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok